Претендовать на звание молодежной столицы Европы 2015 года наш город решил основательно. Теперь и улица кричит об этом. Фестиваль «Экополис» дал возможность лучшим райтерам Иванова поразмышлять на тему города и экологии в формате граффити-рисунка. Шестой этаж теперь показывает современное искусство под открытым небом и открывает возможность выпускникам-культурологам самим организовывать подобные фесты. Данный фестиваль является практическим выходом моей дипломной работы. Дипломная работа сама именно о направлении стрит-арт, граффити. Оно является параллельным направлением и входит в самое большое понятие стрит-арт. Поэтому мы подумали, решили, что в нашем городе это очень было бы интересно. Таких фестивалей еще не проводилось. Оно является первым молодежным фестивалем. Рисовать райтерам было предложено на автономных счетах. Это, по мнению организаторов, лучший вариант демонстрации граффити как искусство. Хотя сами художники утверждают, что творить можно и на городских стенах. Главное, чтобы было согласовано с собственником здания. Ну, конкретно я рисую только на легальных стенах. То есть, спрашиваешь разрешение, и тебе говорят, можно, нельзя. Ну и вот, как бы, не знаю, я не сильно хорошо отношусь к нелегалу. Главная тема, которая должна объединить все работы по условию конкурса – экология города. И хотя многие участники откровенно проигнорировали ее, некоторые все же решили рисовать в так называемой природной гамме с использованием зеленого и голубого цвета. А самый главный райтер, который знаменит уже по всей России, Макс-13, и вовсе решил податься в символику, изобразив кэп – это место, откуда выходит краска, с таким вот большим ртом вместо клапана. Это намек на то, что граффити – громкоговорящее искусство. Хотя у нас в России оно пока еще только учится говорить. На самом деле, ребятам есть к чему стремиться, потому что, ну, у нас нормальный уровень, но ребята, достигшие большего уровня, там, за границей, в Европе где-то, там, конечно, это больше-больше развито. Скорее всего, просто из-за доступности материалов, я думаю. Но сейчас у нас есть тоже полный доступ ко всем материалам, и я думаю, мы их догоним и перегоним. Перегоним, наверное, еще и тогда, когда граффити в сознании людей, наконец, станет искусством, а не очередным подвидом вандализма. Когда такие красочные полотна будут выставляться в галереях, а сами городские постройки станут настоящими арт-объектами. Ну, лаконичная архитектура, она мне только говорит о том, что, ну, вот этот сталинский ампир – это какие-то расстрелы мне напоминает, и вообще все эти революции. И мир должен быть, ну, действительно, как природа, такой вот, весь цвести, переливаться, перевоплощаться. Это было бы очень здорово. То есть, это такой, как бы, маленький мессендж, вот сегодняшняя, как бы, туса на эту тему. Я считаю, что, ну, многие из этих художников могли бы меня поддержать в этом. Жюри в конце фестиваля лучшим назвали рисунок Кирилла Гордеева. Сам он не стал объяснять его смысл, да и тему экологии в нем тоже не собирался раскрывать. Хотя многие зрители отмечали, что эта работа произвела на них колоссальное впечатление. Рисунки всех участников будут выставлены в галерее «Шестой этаж». Но это для них не главное. Очередной способ встретиться, порисовать и потусовать. Куда важнее для уличных райтеров. Ну, сегодня, да, сегодня хорошая такая тусовка. Нечасто они проводятся у нас в городе. И для ребят это реальный шанс показать себя, как-то выйти из андеграунда, ну, как бы, в люди продемонстрировать свое творчество широкому, более широкому кругу зрителей. Нина Сардейск, Андрей Семиволков, РТВ, Иваново.